Подполковник полиции в отставке, угрожавший убить свою жену, не дожил до приговора. Он покончил с собой в следственном изоляторе. Они поженились уже в зрелом возрасте в 2015 году, и, как говорит его жена, после свадьбы поняла, что главная его цель вовсе не она сама, а ее квартира. После скандалов и угроз они развелись, а потом кто-то сжег дачу Елены Зубаревой. Она сама провела расследование и сделала вывод, что дачу сжег бывший муж. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он на своем автомобиле подъезжал в это время к садовому товарищу, а потом быстро уехал. Также Елена Зубарева заявила, что он украл у нее 50 тысяч рублей, брызнул баллончиком и сорвал с нее цепочку. Вадима Гагарина суд признал виновным и назначил условное наказание. Обе стороны подали апелляцию. Елена Зубарева считала приговор слишком мягким, а Вадим Гагарин настаивал на своей полной невиновности. Областной суд направил дело на повторное рассмотрение в Сормовский суд, но оно не состоялось. Выяснено, что судить больше некого. Вот как прокомментировало сообщение о самоубийстве в следственном изоляторе его бывшая супруга. Что я ему хочу сказать? Вот почитайте криминальную хронику. Женщин убивают, насилуют, грабят. Это что, женщины, существа, твари бессловесные, что ли? Я защищалась от нападения. Он получил то, что заслуживает. Что в его больной голове было, я не знаю. Спросите у него самого. А как он в СИЗО-то оказался, Елена? Он ведь был не под стражей. У него уже условно было, а он не пришел. Он стал прятаться. Но шутки плохие, видимо, с нашей системой. Правильно? Нельзя нарушать. А много раз он не являлся на суды? Один раз. А, всего один раз. И меру пресечения, соответственно, заменили, да? Что значит, всего один раз? Он обязан был прийти, прибежать, прискакать он обязан был. А он все думал, что это шуточки, что только ему можно. Ну вот, теперь вот такой вот расклад. А если бы он на меня напал перед тем, как себя? И не подумали, что он проиграл, вот поэтому и случилось? Может, совесть замучила? Вы не подумали об этом, что совесть, может быть, у него есть хоть какая-то? Кстати, почему арестованного в СИЗО не уберегли от самоубийства? Этот вопрос в Главном управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области комментировать не стали.